Слава Украине! Привет всем от Полонского, ребята! Вот запущенный наш, видите, у меня за спиной Дегтяревский переход, шляхопровид, путепровод, о, путепровод, да. Так вот он уже запущен и работает, да. Хотел наругать Клишко, сказать, что он нихрена не работает, что там сверху не ездят, уже и ездят, и трамваи ходят. Вот, так что, ладно, не буду ничего нагонять, потому что действительно все работает, переход закончен, шляхопровид, точнее, закончен и полностью впущен в работу. Ну, по крайней мере, так мне это выглядит снизу. Ну, хорошо, прошли. Это же тот самый, где падали, помните, вот эти балки, 7 штук упало, сломались. Ну, а сейчас все построили, видите, все было, короче говоря, красиво получилось и нормально. Да, но рассказывать я хотел не об этом, друзья мои, а о чем-то другом совершенно, не о Киеве пойдет речь, а о Украине. Итак, друзья мои, сегодня мы узнали, что вот эти истребители F-16, которые мы сейчас получаем, а мы их получаем вот как раз сейчас, ну, может, уже получили, это не значит, что мы их получаем всю минуту, может, мы их вчера получили, может, неделю назад, а может, через три дня получим. Тут такое дело, факт то, что или они уже у нас, или они будут у нас вот-вот-вот. Да, так вот, эти истребители, это новые модификации, в смысле, как новые, это новые модели F-16, это модифицированные самолеты, они, которые прошли завод по модификации подобной техники, и в чем там прикол, прикол даже не в авионике идет, прикол в обвесах, прикол в том, что эти самолеты будут обладать гораздо более дальнобойным оружием. А вот это для нас, ребятки, критично. И вот почему, потому что, видите, до последнего времени расисты обстреливали те же крынки, обстреливали их кабами. Видите, как только Петрио там снесли три расистских самолета к чертовой матери, обстрелы тут же, как по волшебной палочке, бац, и прекратились, потому что они поняли, что наше оружие более дальнобойное, чем их. Просто тупо Петриот, какой бы он там ни был, он стреляет гораздо дальше, чем летает Кап. Кап на сколько там полетит? Километров на 60, да? И то при этом разброс километр даст. На Петриот на 150 километров сушку положит и даже не моргнет, понимаете? А он так и положил. Все, перестали летать. Так вот к чему я веду, что на F-16 может быть установлено оружие еще более дальнобойное. И тут уже расистам вообще нечего ловить, просто в силу технологической и технической отсталости. Поэтому с тем, чтобы вообще убрать, понимаете, если бы сейчас получить, например, оружие километров на 200, чтобы они даже над Крымом не могли, сволочи, летать. Ни над Запорожской областью, нигде. С тем, чтобы только фашисты вылетели, а наши в 16-е уже тут как тут. Вот шлюп и путинский блохолет уже мордой в украинском черноземе уткнулся. Вот как, ребятки, будет теперь. Так что в Новый год, еще, правда, не Новый год, сегодня только Рождество, Рездво, Христово. Всех, кстати, поздравляю. Так что в Новый год мы войдем с новыми возможностями нашей авиации, а фашисты войдут с новыми невосполнимыми потерями, чем они могут нас только обрадовать. Всем вот и Украина. Субтитры сделал DimaTorzok